В российском антитопинговом агентстве Русада рассказали о процессе восстановления статуса соответствия Всемирному антитопинговому кодексу. 16 декабря 2022 года ВАДА проинформировала подписавшиеся стороны об автоматическом окончании последствий, налагаемых решением ЦАС от 17 декабря 2020 года по делу между ВАДА и Русада. ВАДА отмечает, что в правилах нет ничего, что позволяло бы продлевать эти последствия. Это означает, что с 17 декабря 2022 года подписанты Всемирного антитопингового кодекса больше не обязаны применять последствия, указанные в пунктах 1.4 резолютивной части решения суда. Помимо этого, ВАДА описала трехэтапный процесс восстановления статуса соответствия Русада. Менеджмент ВАДА тщательно оценит, выполнил Русада все условия восстановления, изложенные в решении ЦАС. Как только менеджмент ВАДА сочтет, что все условия были выполнены, он передаст вопрос на рассмотрение независимого комитета ВАДА по вопросам соответствия. После этого, если комитет по соответствию согласится с менеджментом ВАДА в том, что условия были выполнены, он представит рекомендацию исполнительному комитету ВАДА для рассмотрения. Русада продолжает делать все возможное для восстановления статуса соответствия Всемирному антитопинговому кодексу. Для обеспечения права спортсменов на соревнования, свободные от допинга, Русада реализует национальную антидопинговую программу, придерживаясь своих основных принципов операционной независимости и полного соблюдения международных стандартов, сообщила пресс-служба агентства. Камила Валиева показала видео, где исполняет аксель на полу. Чемпионка Европы Алена Косторная дебютировала в парном катании с фигуристом Георгием Куницей. Спортсмены представили парный номер на шоу Евгения Плющенко в подмосковном Воскресенске. Они исполнили двойной выброс, поддержку и Тодес. Продюсер жена Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о дебюте Алены Косторной в парном катании на шоу Плющенко. Мне очень понравилось выступление Косторной, считаю, что неплохо для первого раза. Наверное, еще рано говорить, но видела, что репетировали тройной выброс. Были сложные костюмы, больше для шоу, чем для соревновательных программ. Поэтому я предупредила, что рисковать не нужно. Вомбут головой не нужно, потому что у нас все-таки шоу. Нужно просто красиво откататься. Мне кажется, это неплохая идея, но тут все зависит от самой Алены. Нравится ли ей это? Она сегодня сама захотела сделать один номер парный и один сольный. Но могу сказать, что Алена могла больше и прыгать, и сделать. Но из-за сложных, тяжелых костюмов, чтобы сохранить волшебство и сказочное настроение, к сожалению, что-то не получилось. Косторной еще не хватает опыта в этом, но думаю, перспектива хорошая. Мне кажется, Алене нравится у нас выступать. Насколько понимаем, мы первые, у кого она показывает номера. Думаю, будут еще более интересные и захватывающие элементы, пока только начало. Алене желаю только всего самого хорошего. Она очень талантливая девочка. Алена нам не чужая, мы много общались, дружим. Обещала ей, что будут красивые номера и костюмы. Следим дальше за событиями, сказала Рудковская. Хореограф Илья Вербух заявил, что ему хотелось бы поработать с Аленой Косторной, пригласив ее в качестве участницы в шоу «Ледниковый период». Видели, как Косторная делает все парные элементы? Хотели бы позвать ее к вам в проект? Я думаю, что она очень талантлива и артистична. Я буду очень рад поработать с ней. У меня есть идея сезона, где будут только наши девочки-одиночницы в парах с известными актерами и спортсменами. Мне кажется, такой сезон будет очень ярким, сказала Вербух. Чемпионка Европы попускает уже третий чемпионат России. И снова по состоянию здоровья. На первенстве страны 2021 Алена не выступала из-за последствий перенесенного коронавируса. В 2022 она снялась из-за перелома руки. В текущем сезоне фигуристка не выступала на соревнованиях. Последний раз она каталась на этапах мировой серии Гран-при. А затем весной второй раз ушла от Этери Таберидзе к Елене Буяновой. Но Косторная, в отличие от Загитовой и Медведевой, уверяет, она еще вернется. В настоящее время выступать на соревнованиях ей мешает состояние ее здоровья. В начале сентября фигуристки сделали операцию на бедре, и ей необходимо пройти длительный процесс восстановления. В частности, по словам спортсменки, ей нельзя прыгать аж до лета. Но она уже начала восстанавливать прыжки, а также учит парные элементы для выступлений в шоу. Тем не менее, Косторная планирует вернуться к активной соревновательной деятельности, как фигуристка-одиночница. А если не получится, то рассматривает для себя вариант с переходом в парное катание. Новоиспеченная олимпийская чемпионка Анна Щербакова пропустила всю первую половину сезона. Еще весной, после победы на играх, Щербакова допускала, что может завершить карьеру. Но помимо мотивационной составляющей, у Анны есть и другие причины не кататься. В августе фигуристка перенесла операцию, ей предстоял процесс реабилитации. На данный момент, судя по всему, он пройден. Спортсменка выступала в шоу на чемпионате мира в Катаре и демонстрировала тройные прыжки. Щербакова находится в достаточно более выгодном положении, нежели та же Алена Косторная. Анна является членом основной сборной России и могла бы попасть на чемпионат мира без выполнения соответствующих критериев. Но на данный момент в планы фигуристки выступления на турнирах не входит. Она учится в университете, ведет активную медийную деятельность, работала ведущей шоу ледникового периода и посещала различные мероприятия в качестве почетного гостя или спикера. О дальнейшем продолжении карьеры речи не идет, но и о завершении Щербакова пока не говорила. Узачева, Хромых и Самсонов безумно талантливые спортсмены, но всем троим мешает выступать в состоянии здоровья. Дарья столкнулась со страшной проблемой год назад. У нее произошел отрыв связки внутренней мышцы правой ноги в зоне роста бедренной кости. В итоге фигуристка не смогла войти и в текущий сезон, и до сих пор не выступала на соревнованиях с момента травмы на гран-при в Японии. Ума и Хромых ситуация чуть лучше. Эта спортсменка до последнего боролась за путевку в Пекин, но проиграла борьбу. Однако в нынешнем сезоне ученица Ниберидзе до сих пор не смогла принять участие ни в одном турнире. Все из-за пореза сухожилия руки на тренировке, из-за которого она попала в больницу. Тем не менее, Хромых и Усачева обвиняют то, что на чемпионате России они права не имеют, так как не выполнили критерий. Через сборную пояс в Красноярск они также не могут, так как обе являются запасными. Несколько иная ситуация у Даниила Самсонова. Он выступил на первом этапе внутренней гран-при, но второго так и не получил. Набранных баллов ему, разумеется, не хватает для участия в чемпионате России. И снятие Михаила Коляды ему не помогло. В общем зачете серии фигурист только 20-й. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева написала пост по поводу своего дня рождения. 17 декабря фигуристке исполнилось 26 лет. Вот и мне 26. И я с радостью встречаю эту дату. Столько всего произошло и столько всего будет. Чудесное время жизни и чудесные люди вокруг, которые делают эту жизнь яркой и наполненной. Благодарна судьбе за все, что она преподносит мне. Так много людей поздравили. Я вам всем очень благодарна и ценю каждого. Спасибо, дорогие мои. И хоть мой день рождения выпал на сбор в Новогорске, он получился таким душевным, каким не был уже очень давно, написала Туктамышева. Спортсменка поделилась совместной фотографией с тренерами Алексеем Мишиным, Татьяной Прокофьевой, Егором Челошкиным, однокрупниками Глебом Лутфулиным и Матвеем Витлугиным. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, организатор ледовых шоу Татьяна Навка высказалась о получении государственных грантов на своей постановке. Она призналась, что ее шоу ничем не хуже остальных, поэтому она не видит причин в том, чтобы не претендовать на бюджетные средства. Мы действительно участвуем в грантах там, где есть такая возможность. Лучше посмотреть статистику, потому что там все открыто, все честно и все видно, кто какие гранты получает. Мое шоу ничем не хуже всех остальных шоу. Почему не поучаствовать в грантах? Несмотря на то, что я жена пресс-секретаря, я здесь фигачу и работаю каждую ночь. У меня нет своего катка, к сожалению. Надеюсь, что он будет когда-нибудь. И у меня будет возможность тренироваться не после 12 ночи, рассказала Навка в эфире YouTube канала Надежды Стрелец. Помимо Навки на гранты также претендует Илья Вербух и Евгений Плющенко. В этом году они на троих получили от президентского фонда культурных инициатив свыше 90 миллионов рублей. А на следующий год эта троица рассчитывает выбить 158 миллионов. Призеры чемпионатов мира и Европы, литовские фигуристы Павила Саванагас и Маргарита Дровязко, принявшие участие в шоу Татьяны Навки на чемпионате мира по футболу в Катаре, рассказали о совместной работе с Анной Щербаковой. Раньше принцессой Леей в «Спящей красавице» была Алина Загитова, теперь это роль у Анны Щербаковой. Как вам работа Ани в ее дебютное шоу «Сказки»? Какие у вас впечатления от работы с ней? Павилос. Очень хорошая, она молодец, старалась изо всех сил. У нее, мне кажется, все прекрасно получилось. Маргарита. Да, Аня очень положительная. Мы ее не очень хорошо знаем, но она производит впечатление очень славного человека, очень приятного в общении. При этом в спектакле мы с ней вообще не пересекались, потому что наши персонажи растворяются до того, как появляются уже взрослые принцессы. Король к этому времени погибает, королева тоже уходит на второй план. Аню мы смотрели уже из-за борта и встречались на финале. Зато могли за нее попереживать, за ее тройные прыжки. Ей довольно сложно было их делать, потому что для нее, человек из большого спорта, лед был маленький. Она привыкла к большим площадкам, где можно хорошенько разогнаться, удобно зайти на свой прыжок. А здесь ей приходилось ужиматься, заходить с неудобных ракурсов. Присутствие многочисленных других персонажей на льду тоже, конечно, ограничивало. Можно сказать, что у нее были условия повышенной сложности. Продолжение следует...